Ребята, всем привет! Получил просто дорогущую посылку, 450 долларов. Очень сильно ее ждал, как только получил уведомление, что она пришла, сразу же после работы побежал за ней. Но недавно я посмотрел видео одного блогера, и я понял, что я немножко лоханулся, и мог бы все это сделать дешевле. В общем, купил я себе для видеоблогинга микрофон. К сожалению, данный продавец не доставляет ничего за пределы США, поэтому эта проблема была решена с помощью сервиса, который называется Pesota. Вот эта вот коробка весила 2 килограмма, и за то, чтобы ее доставили из США в Молдавию, я заплатил за это 20 долларов. Доставили ее буквально в четверг, сегодня понедельник, ну буквально где-то 10-11 дней. Очень быстро, с этим вообще никаких вопросов и проблем нет. Это первый раз, когда такую дорогую посылку я заказываю из США, с ebay, но я никогда не страхую ничего в Pesota, то есть никаких, там можно сделать, чтобы там тебе фотки какие-то присылали или еще что-то, то есть они получают к себе на склад в США, могут разобрать, фотографировать, дополнительно упаковать и прислать тебе обратно. В принципе, я видел, что там есть какие-то опции, можно выбирать, я никогда не выбираю, всегда беру по умолчанию самый дешманский вариант, никогда с ними не было проблем, это уже, наверное, шестая или седьмая посылка. Все просто отлично, ссылка на них будет в описании под видео, если вы зарегистрируетесь именно по этой ссылке, то вам упадет 2 доллара в качестве бонуса на счет, так что это полезно. Это полезно и мне, потому что мне тоже упадет бонус, признаюсь, так уж и быть. Я не знаю, это либо Pesota упаковала, либо на сами ребята из США упаковали, но очень вообще милые ребята, это все бушное, ребята, на самом деле бушное и очень дорогое, вот, ну, уже, уже видно, уже видно, почему так дорого. Так, чтобы я там что-то не проткнул. Вполне возможно, что получив, ребята из Pesota тоже это все раздеребанили и упаковали, чтобы все дошло. Пусто. Пусто. Американцы, вроде, не очень любят пузырчатые пакеты, они больше в бумагу. О, это дохлая кошка. Вот такая вот. Мне она не нужна, но она была в комплекте, кстати, тоже РД, и пришлось ее взять. Это тоже очень важно, на что я обратил внимание, что вот в данном лоте с бушным товаром был XLR шнур. Причем, насколько я понимаю, это очень качественный и очень дорогой шнур. Как правило, все дорогие микрофоны, они идут вообще без никакого шнура. Они просили за него 480 долларов, я написал им в личку, давайте я куплю за 450, потому что у нас 420 или 400 евро порог. И я не хотел как бы сильно близко к нему подходить, потому что там курс может скакнуть, еще что-то. И меня заставят платить около 30% налоги, то есть там НДС, еще налоги. И поэтому попросил, говорю, продайте мне за 450. Ну и там девушка ответила, что хорошо, продадим тебе за 450. И я оплатил, мне сказали спасибо, что оплатил, муж вернется с работы, все упакует и завтра мы тебе отправим. И муж вернулся с работы и, видимо, очень хорошо упаковал. Вот самое ценное, это вот здесь. Это самое ценное. Это вот, хотя в такой вот тубе можно было даже не заворачивать, но они завернули. Уплотнитель резиновый, то есть эта штука герметичная, ее можно хоть в воду засунуть. Моя прелесть. Я говорил о том, что немного лоханулся. Дело в том, что я всегда пользовался кэшбэк-сервисом в Адметаде. И там для ebay они дают только для нового пользователя какое-то вознаграждение, а для старого пользователя, то есть за покупку от старого пользователя они ничего не дают, никаких бонусов. Поэтому я думал, что ebay так со всеми работает. И, конечно же, очень тупо ради покупки в 450 долларов создавать новый аккаунт. Ebay это все очень легко и быстро банит, это во мне Алиэкспресс. Но недавно я посмотрел видос одного блогера, который рекламировал кэшбэк-сервис. И я там увидел логотип ebay. И я зашел, посмотрел, а оказывается, что ebay все-таки с некоторыми кэшбэк-сервисами работает. Я не знал, я только Адметадом и пользовался. И оказывается, что они оплачивают полтора процента. Также на том сервисе целая куча различных магазинов, там их просто сотни. Поэтому, когда я буду заказывать себе микроскоп, да, я хочу бушный микроскоп, хочу микроскоп Nikon. Но это будет, наверное, в конце лета. Я обязательно воспользуюсь данным кэшбэк-сервисом. Ссылку на него я оставлю в описании. Я также посмотрел в интернете, посмотрел отзывы на YouTube, есть про данный кэшбэк-сервис. Говорят, что все нормально, никакого налюбилого нет. Все честно и все работает. Ого, господи, как тут все заряжено. Внутри стоят резиновые кольца. Написано было, что он влагостойкий, но мне, конечно, это все равно, потому что я его мочить не собираюсь. Что интересно, на плате есть две модели, NTG-3 и NTG-8. В зависимости от модели, там перемычка какая-то, видимо, вставляется. Платы, я так понимаю, они универсальные именно для NTG-3 и NTG-8, потому что разница там в длине. И третья и восьмая модель, это самые низко шумящие модели. Потому что есть более дешевая вторая модель, NTG-2, есть более дешевая четвертая модель. Но они достаточно сильно шумят. То есть, когда нету звука, слышно. Ну как, слышно тихо, но эти еще более тихие. И это мне очень-очень важно, именно поэтому я купил бушную, но третью модель. Самое главное, что я сейчас увидел внутри, что здесь все аккуратно. Никакой воды внутри не было, никто внутри не лазил. И это самое-самое приятное. То есть, таким вот микрофончиком можно будет пользоваться. Первый раз в жизни увидел, как выглядит внутри профессиональный, качественный микрофон. Самая дорогая деталь, насколько я понимаю, это вот этот вот капсюль. Поэтому я туда даже лазить не буду. Я сейчас аккуратно все закрою. В принципе, я видел подобный китайский микрофон. И уверен, что многие из вас напишут, купил бы себе китайский. Там за 20 долларов какой-то боя. Но, ребята, я посмотрел некоторые их обзоры, тесты на YouTube. Так там некоторые тесты настолько качественно выполнены, что когда он говорит в микрофон, он кидает на видео фоновую музыку. Причем достаточно громкую фоновую музыку. Как в таком режиме можно услышать его шумы, его искажения? Или включает музыку в колонках, ставит микрофон и говорит, вот слышите, вот можете оценить качество звука. Что за бред вообще? Да, боя неплохие микрофоны, я согласен. Но это не те микрофоны, которыми пользуются для того, чтобы работать. Ну что, ребята, ставьте свои ставки в комментариях под видео. Заработает ли данный микрофон после того, как я в него запустил свои руки или нет? Думаю, что заработает. Проблем быть в принципе не должно. Я же не совсем уж там. Вообще, очень классно, что есть такая возможность за 10 долларов за килограмм доставлять из США разные вещи. Допустим, паяльную станцию Миткал 4 килограмма весила всего лишь 40 долларов доставка и за 100 долларов она мне обошлась. Это же очень классно, очень. Потому что иначе ты продавца не заставишь отправить. А если все-таки заставишь, он пойдет, где Челем будет отправлять. А эти 4 килограмма будут стоить, наверное, долларов 200. Это реально очень дорого. А так за 40 долларов. Вот микрофон 20 долларов доставка. Наушники заказал, там вообще 8 долларов была доставка. Очень-очень рад. Потому что в США действительно можно найти очень хорошие, качественные, крутые, бушные вещи. Вот это вот просто супер. Спасибо Песото, что они есть. И многие мои друзья ими пользуются. И очень довольны. Пока все классно. Я еще хочу себе микроскопчик заказать. Никон. Но он тоже бушный. Но я... Нужно собрать немного денег. И скорее всего тоже буду его заказывать с кэшбэк-сервисом. Не знал. Не знал, что на ebay есть кэшбэк-сервис. Думал, что только Али, там китайские магазины. Ну все, ребята. Всем спасибо. Всем пока. Крепкого здоровья. И не болейте. Ну вот и все. Надеюсь, что вам было интересно. И вы получили какую-то полезную информацию. Не забудь нажать колокольчик. Не забудь поставить лайк. Не забудь подписаться на канал. Ну и также, если тебе интересно еще видео по электронике. Например, два из них сейчас на экране. Но на канале есть огромное количество роликов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok